Пришел, чтобы обосраться. Итак, наша самоназванная, самопровозглашенная мамочка хочет сейчас, видимо, очередной раз обосраться, опозориться касательно дешевых гитар. У человека гитара дорогая. При этом, когда ему... Ну, то есть, очевидно, в видосах она звучит просто как полное говно. И даже несравнимо с моей электроакустикой на стримах. И там, ну, просто вообще ни с чем. То есть, просто никакого смысла. Ты ему говоришь, слушай, а нахуя у тебя дорогая гитара, если ты записываешься на петличку, на какой-то говнодиктофон, как-то через жопу все делаешь. Вот для меня самое главное студийки вообще-то. Ты что, настолько тупой? Ты слушаешь эти студийки, эту бардкор-оперу хваленую, в которой ничего нет, кроме акустической гитары, в которой... Ладно, если бы она была потеряна в миксе, ладно бы что-то... Нет, там только эта самая гитара, записанная на студии, на хороший микрофон. Там оплачены бабки и так далее. И она тоже звучит как говно, хуже, чем у меня на стримах. То есть, просто, блядь, абсолютно человек, ну, обосрался тотально и слился еще до того, как даже начал что-то говорить касательно этого видоса. Давайте послушаем. Слушайте, я еще хочу раз пояснить, и вот этот эпизод пойдет на канал стримы Сапрыкина. Гитары. Опять нихуя не слышно, опять, ну... Придется мне исправлять. Все до 30 тысяч, это полное фуфло. Ну, потому что там самые дешевые материалы, она как кол, мензура не строит, и т.д. и т.п. Любой человек, у которого есть, как бы, мозги, за исключением людей а-ля тараканы, скажут... Ну, за исключением, то есть, как говорится, у Моисея мозги есть, все правильно. ...подтвердят это. Но разговор чуть-чуть не об этом. По поводу первой гитары. Если ты такой человек, как я, ну, когда я захотел учиться играть на гитаре... Короче, народ. Если ты дохуя богатый, зарабатываешь музыкой, ну, как бы, из расчета на коммерческую деятельность, тогда имеет смысл покупать более дорогой инструмент, потому что действительно... Ну, то есть, опять же, только в том случае, если ты переплачиваешь за комфорт, потому что действительно надо признать, что дорогие инструменты, и с ними просто легче, с ними комфортнее, приятнее. То же самое, как автомобиль. То есть, дешевый тоже едет, дорогой тоже едет абсолютно так же, просто удобнее. Вот и все. Так же и с гитарами. Есть смысл переплачивать за комфорт, за стиль, за... Ну, то есть, если это увеличит твою производительность, скорость и так далее. В противном случае... Ну, то есть, да, либо если ты богат, просто можешь себе позволить. Если нет, абсолютно полная хуйня, не обязательно хиты, хиты, блядь, всесоюзного масштаба спокойно делаются на просто кусках говна за 2000 рублей. Я живой пример. Все. ...гитаре, то я был уверен на 8 триллионов процентов из нуля, что я железобетонно буду на ней учиться, буду на ней играть. И хотя бы как-то, может быть ужасно, может быть более или менее по-человечески, но научусь на ней играть. Я ее, короче, не заброшу. Поэтому, ну, тогда у меня не было возможности купить за 8 тысяч миллионов гитару, я купил себе за 8 тысяч миллиардов. И научился на этих ужасных дровах, которые назывались Брантнер, где-то у меня даже фоточка есть. Железобетон. А потом я ее чуваку... Ну, везде можно мои хиты послушать. Кстати, я сейчас найду эту фоточку и вам покажу. Я ее чуваку одному. Вон, Сопрыкин каверав, сколько уже сделал. Это вообще-то не Сопрыкин, а MC Orthodox. Ты что, реально настолько тупой, что этого не понимаешь? Продал. Вот. И он... Так вот, короче, новичку, опять же, за исключением очень богатых... Ну, надо понимать, что такое очень богатый, то есть еще для начала. Потому что в моем представлении богатый это ну, типа ну, тысяч триста в месяц такого, когда не очень-то пахает, не очень-то пыжится, старается там тот, кто семью кормит, допустим, ну, то есть, если это отец обычно, еще и в идеале какого-нибудь пассивного дохода. Ну, вот что-то в этом роде, я не знаю. То есть, потому что я бы, честно, я не думаю, что я бы советовал тратить ну, допустим, если у человека просто зарплата 100 тысяч рублей, он работает на работе за зарплату. И, типа, ты заработал 100 и тратишь 100. Я бы, честно, тоже не советовал такое делать. То есть, такое. Мне кажется, если зарабатываешь 100, то гитара за 20 будет прекрасным выбором. Как бы... Ну, кстати, да, за 20-30 и так. То есть, вопрос в том, что надо понимать меру. То есть, ну, если ты кроме гитары ничего за месяц из веселья не купишь? Наверное, так. Ну, короче, такое, надо понимать. Ладно, я не буду, блядь, лезть вас тут, норовоучить по этому вопросу. На нее навешал всякого говна типа спайдерменов каких-то там. Такой вот фигней он занимался. Не знаю, зачем он это сделал. Я как-то раз с ней сфоткался с этим Брантнером. А, вот. Да, так вот, кроме очень богатых, я забыл сказать, я, блин, опять отвлекся и забыл сказать. Кроме очень богатых новичкам, да и такой очень богатым тоже хрен знает зачем, новичкам я бы обязательно только самую дешевую гитару покупал. Просто самая прям вот, ну, окей, ладно, не полный пиздец, не полена, как вот там этот, как она, Карая называется. Самый дешевый, ну, и не советского производства, ни в коем случае, не дай бог. Самый дешевый, приличный Китай. Стратокастер, если электро, там, Коломбо, если акустика, за, не знаю, там, 50-100 долларов. Вот. Блять, сука. Хотя, тут, судя по всему, сейчас уже даже больше, чем за 100 долларов, и то полное говно можно купить. Так что еще непонятно. То есть, самый какой-то дешевый инструмент, почему? Потому что, если ты криворукий новичок, ты его разъебешь. Ты его уронишь кучу раз. Ты будешь его носить, ты головкой уебешься, блять, в двери во все. Ты будешь шкрябать что-то неправильное, все испортишь. Ты что-нибудь дернешь за, там, колок какой-нибудь и так далее. У тебя, например, пожухнет этот самый в какой-то момент гнездо, тебе надо научиться на этой гитаре, то есть, открутить гнездо, аккуратно достать, разобрать, если что, что-то перепаять, подпаять. Ее не жалко. То есть, даже если ты, блять, скол на ней будет, уронишь ее грифом вниз, блять, гриф сломается. Упадешь на ней, я однажды с гитарой упал, ехал на роликах, блять, два колка отломалось, нахуй. Не знаю, то есть, блять, ее просто тупо не жалко. А новичок, это всегда, ну и то же самое с акустикой, ты ее понес куда-то, хуй знает, там, блять, в школу, ты ее, не знаю, понес без чехла, даже, наверное, там, зимой, носил я гитары, нормально играл потом на них. Ты там, ну и опять же, да, дешевые гитары еще прикольны, там, на всякие, в писке таскать, там, аскать на улице, у каких-нибудь, там, костров в лесу, ну, то есть, вот такое. Чувак как раз таки с ней сидит, сейчас вам покажу, покажу вам первую свою гитару, между прочим, пак, пак, вот она моя первая гитара, смотрите, чпок, вот я ему продал, он туда, вот видите, всяких спайдерменов нахреначил, вон, мышь какая-то висеть, цепочки и остальная штука, вот это моя самая-самая первая гитарка, вон там какие-то, вон уже есть непонятные наклеечки, вот, как бы, такая была гитарка, что-то у него как подписано на источнике, ну, никак, как бы, такая была гитарка, не было возможности купить другую, поэтому, если ты такой же человек, как я, и у тебя есть хотя бы какая-то возможность собрать денег побольше, хотя бы на десятку, то, повремени, но, если же ты не уверен в себе, то возьми гитару любую за десятку, тут же не махуя в 310, какую хочешь, купи за 3000 рублей, за 5000 рублей, ну, звук плюс-минус будет везде одинаково парашливым, но, если тебя будет гитара тащить, тебе насрать будет, плохой это звук или нет, это правильная мысль, но боюсь, что проблема в том, что его хваленый крафтер за 30 тысяч рублей ни разу никогда я не слышал, чтобы был записан хорошо и звучал хорошо, то есть, возможно, в его каком-то представлении, у него там как-то в руках, это все как-то и работает, но по итогу, то, что у него выходит на стримах, то, что у него выходит на видосах, то, что у него выходит на студийках, это кал, у меня электроакустика, это не просто акустика, а электроакустика, новая она стоила, 6300, что-то там, 6500, то есть 100 долларов, я взял бы УЗУ за 4000 в мускомиссионке, ну, надо признать, сломал, поменял преамп, он тоже стал за 4000, но что с тем преампом я играл, что с этим практически разницы никакой нет, все, ну, там один лад, типа, у него какой-то говнит чуть-чуть, но это настолько хуйня, то есть, типа, ты сэкономил, не знаю, сколько, блядь, ну, тысяч там, 20, предположим, и единственная проблема, один какой-то лад, который раз в 100 лет тебе будет нужен, скорее всего, не нужен, ну, типа, можно перевозить, он чуть-чуть говнит, то есть, он не просто, он не работает, он чуть-чуть, короче, пердит, то есть, можно без этого обойтись, при том, что, опять же, в моем случае, типа, чуваки, даже в моем, а мне, как бы, ну, можно сказать, музыка что-то приносит, да, но даже вот в моем случае, это просто было бы, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, нецелесообразное вложение для меня раскошелиться сейчас, не знаю, блядь, и вместо того, чтобы просто подкопить деньжат, поберечь их на какой-нибудь опасный случай, момент там, или на какой-нибудь серьезную, усиливающую мои стримы, крутую движуху, вот, взять и купить себе, блядь, гитару, нахуй, за, там, 30 тысяч, 40 тысяч, и сидеть радоваться с ней, при том, что я на ней не так часто, надо признать, играю, продуктивнее, конечно, чем сопрыкин получается, но все же, ты захочешь на ней научиться, аккорды там, что-то такое, а потом уже со временем, если тебя это все протащит, ты как бы со спокойною душою купишь себе более дорогой инструмент, поэтому как-то так, окей, ну, такой, не крепкий, но очередной апсир, хорошо посмотрели, всем спасибо, донатьте в поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok